Культпоход 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 Да, здравствуйте И еще раз мы сейчас расскажем Наверное по очереди О концепции выставки О том, что месяц назад или полтора Соня и Даша Ткачева Объявили open call Пригласили художников Отобрали, я так понимаю, работы и концепции Которые как раз будут представлены Какого числа, Соня? 13 мая Девчонки, я вам просто рекомендую Ваш микрофон Да, садитесь поближе Вы можете у себя оставить Вам повезло Вы можете оставить у себя Спасибо нашим гостям Мы с ними поздоровали В прошлом часе К сожалению, в большом из-за технических наших проблем В день радио неожиданно случившихся В связи с переездом и подарком Мы не смогли связаться По телефону с Евгением Питуниным Руководителем музея Вятского госуниверситета И организатором пробега Ретро-пробега 9 мая Обещали слушателям рассказать Как это будет И вот 9 мая Должна просто по расписанию Сориентировать В 12 часов Участники пробега Собираются на площади Конева Возле памятника Там можно будет Пофотографироваться Со старинными машинами Там можно будет Пообщаться С этими вот Безумными людьми Которые тратят Огромные деньги На поддержание В достойном виде Вот этих вот Лошадок Лошадок Которым там По 70 По 100 лет Некоторым даже Наверное Да В 13.30 Колонна Выдвигается В сторону Театральной площади Она пойдет По улицам Воровского И Карла Маркса Где-то к 14 часам На театральную площадь Должны участники пробега Ретро-пробега Прибыть И с 14 до 15 часов На театральной площади 9 мая Можно будет Пофотографироваться Тоже и познакомиться С участниками Этого ретро-пробега Там по договоренности Конечно С владельцами машины Но если вы с ребенком То может быть Вам не откажут Сфотографироваться Рядом с автомобилем 50 машин будет В том числе В том числе И Ленд-Лизовская техника Велеса И Трофейные будут БМВ Как сказал нам Евгений Питунин И еще Впервые в этом году Будут Принимать участие В ретро-пробеге Два троллейбуса В том числе Знаменитый МТБ-82 Который ездил В 60-е годы Тот самый Знаменитый Синий троллейбус Из-за Куджавы Как сказал Евгений Питунин Вот Поэтому спасибо Большое Нашему Эксперту Кроведу-историку Евгению Альбертовичу Питунину И Вятскому госуниверситету Который Третер-пробег На протяжении Последних шести лет Если я не ошибаюсь Поддерживает 9 мая Все Спасибо 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 Аня Спасибо на нашу технику Которая Наша техника Тоже нас поддерживает Надеюсь в дальнейшем Тоже будет Поэтому переходим Сейчас Я попрошу Соне Начать Немножко рассказать О концепции А потом Анну и Елену Рассказать о своих Проектах Которые будут Представлены На выставке Соня Прошу В марте Завершился Open Call К выставке Как нам Выжить вместе Сегодня мы Уже на финишной Прямой И готовы Открыть и Представить выставку Получилось 9 работ Все они Очень разные Все они Очень интересные И Было интересно Посмотреть Как такую Неоднозначную Тему Можно Проинтерпретировать Как ее Можно показать И Итог Нас По крайней мере Радует Чуть позже Елена Расскажет Об архитектуре Выставки То есть Вся выставка Получилась Довольно Неожиданной В какой-то Степени То есть У нас были Одни ожидания Те работы Которые мы Увидели Они Оказались Показали Совершенно Другие Контексты Те Которых Мы Может быть Даже Не думали Когда Задумывали Эту выставку А так Обычно Бывает Всегда Ты подожди Мы через неделю Еще придем Все перестроим Да И Работы Условно Можно поделить На несколько Блоков Когда мы Говорили о названии Как нам выжить Вместе На прошлой программе Говорили о том Что вместе С одной стороны Наверное Это что-то о городе С другой стороны Это что-то о каждом из нас Потому что вместе Это может быть Какое-то конкретное место Не знаю Наш дом Например Или мы сами И действительно Некоторая работа Как нам выжить Как выжить в квартире Я прям завезла Не квартира Не дом Жилище Это жилище Да Класс Это место Где я живу И этот насобранный материал Я решила организовать И показать На этой выставке Это будет Очень интимное Мое такое откровение То есть Я пущу зрителя В пространство Своего дома В то место И в то состояние В котором я пребываю одна И это будет Для меня Достаточно Такой волнительный опыт И я буду Наверное Как сказать То есть Это будет Для меня Какой-то Опыт Собственной Внутренней трансформации А если говорить Об идее этого проекта То я могу сказать так Первым Вопрос Того уехать Не уехать Из города Поднял у нас Борис Дмитриевич Павлович И с того момента Этот вопрос Он висит просто В воздухе Подвешенный На веревках И никуда не девается Мы наверное Борю на каждой программе Вспоминаем Он столько Залашил каких-то тем Огромный культурный след Просто И поэтому Как сказать Я для себя Этот вопрос решила Вот И то Каким образом Я для себя его решила Я думаю Что будет понятно Наверное Из этой работы Частично Скажем так Я поняла О чем моя работа Кратко Это выход В настоящее Через трансформацию Внутреннего И с последующей Трансформацией Внешнего То есть Не жить надеждами Не жить иллюзиями А жить здесь и сейчас И не важно В ком городе Ты находишься Киров На самом деле Прекрасное место Если Отбросить иллюзии О существовании Каких-то других Возможных Виртуальных мест Где было бы Возможно Лучше Вот Ну Моя работа Об этом По сути Она представляет Из себя что Материальные объекты Фотографии Видео Арт Что это Это будет Комплексная Такая инсталляция Я даже не знаю Как это назвать Потому что Это через фотографию Я выйду в живопись Через живопись Я выйду в реальную Предмет Ого Это будет Опять у нас пропал звук Почему-то на микрофоне Я вижу У нас там Все хорошо Да Продолжаем Сейчас Это будет Огромная инсталляция Длиной Примерно 6 метров Высотой 3 метра Ну Это как бы Общая габарита Я беру На самом деле Да Она будет Чуть поменьше Но вот Размер Стены Который Под нее Запланирован Будет Такого размера Это очень Большая Задумка Для меня И Учитывая Что это вообще Первый мой опыт Участия в подобном Проекте Это тоже Очень волнительный Опыт То есть Сразу Замахнуться На такое Что-то большое Но вот я сделала Такой вывод Что я оказывается Многословный автор Я не могу делать Маленькие высказывания Я делаю большие Масштабные Да А я Должна Внести ремарку Которую я Обычно Вношу Потому что Мы увлекаемся Всегда с нашими гостями Возрастное ограничение Выставки Софья 12 плюс 16 плюс 12 Можно даже Меньше Потому что Там в принципе Сложнее будет Понять Конечно Маленьким детям Естественно Нужно приходить С родителями А так Тема Довольно широкая 12 плюс 12 плюс Возрастное ограничение Выставки Как нам выжать вместе Мы сказали Где Вот это Сейчас Сюаны Где будет Ее работа Располагаться Вся выставка Будет проходить В ЦУМе На Пятом этаже Каком этаже На пятом этаже На пятом этаже На пятом этаже Точно Здесь же Прямо Какие-то Отсылки Начинаются Да Поподробнее Тогда еще Соня Во сколько Можно приходить Как туда попасть Как вообще туда попасть Я даже не знала Что у ЦУМа Есть пятый этаж Я тоже не знала В моем детстве Их было три Потом я знаю Надстроили четвертый А что там есть пятый Я вообще Только Только вот узнала Да У ЦУМа Есть пятый этаж И Выставка Открывается В четверг В семь часов Вход свободный И на протяжении Всей работы Выставки Он будет свободный То есть Можно будет приходить Несколько раз И Эта выставка Попадает Под Международную акцию Ночь музеев В субботу И Можно приходить Смотреть В самой выставке Будут Медиаторы Экскурсоводы То есть Они будут проводить Экскурсии Объяснять Что хотела сказать Автор Я представила Такую учительницу Литературы Которая написает Она Что ты хотела сказать Автор Там скорее даже Не то что хотел сказать Автор А то как Проинтерпретируют Это медиаторы Потому что У каждого медиатора Свой набор опыта И свой набор знаний То что хотел сказать Автор Мы повесим В виде комментария То есть У каждой работы Будет небольшой Комментарий От автора А уже Как это видят Медиаторы Можно будет Прийти и послушать Срочно познакомим Меня с медиатором Который будет Мою работу Описывать Мне очень интересно Все-таки Еще раз Для понимания Выставка будет Работать В то время Когда работает Сам ЦУМ Правильно? Да Но только Ночь искусств Я так поняла Ночь музеев Но тоже как Работает ЦУМ Но ЦУМ Работает долго По графику работы Вот И Все ли время Там будут Находиться Медиаторы Или в какое-то Время Например Не будет Никого И можно Будет Просто Прийти Посмотреть Они там Будут Все время Но можно Будет Просто Прийти Посмотреть Можно Будет Просто Прийти Посмотреть Не не привлекая медиатора. Но они находятся там, если вдруг нужно что-то пояснить, они будут готовы это сделать. Давайте наконец дадим слово Елене, потому что Елена у нас не только художник, которая представляет свою работу на выставке, но и, в принципе, архитектор, и занимается экспозицией всей выставки. Поэтому, Елена... Елена от Накулова, я правильно тебе сказала. Спасибо. Скажи, пожалуйста, о своих вот этих двух ипостасях. Да, в этом проекте я работаю в двух качествах. В качестве архитектора и художника. И вообще я подавала изначально на Накул как художник. Но затем мы... Оказалось, что с кураторами выставки мы довольно неплохо находим общий язык. И, в общем, мои профессиональные навыки пригодились. Теперь я разбираюсь непосредственно с пространством, что очень интересно, потому что выставка, как нам выжить вместе, она как бы... Нам и на выставке надо будет как-то выжить, понимаете? Да, то есть надо как-то будет не потеряться среди этих бесконечных смыслов, да? Нам надо пройти какой-то путь, и вы... Ну, то есть что-то, не знаю, понять, не понять, просто воспринять, как-то пройти этот маршрут и там не потеряться, да? И себя не потерять, вот я бы так сказала. Поэтому моя задача как архитектора, в первую очередь, она, ну, как... заключается в том, чтобы организовать пространство, чтобы оно, с одной стороны, направляло, с другой стороны, оно не мешало восприятию, чтобы оно помогало раскрыть какие-то смыслы, вот. И этот пятый этаж, сумма, хотя не так много людей, возможно, о нём слышали, да, хотя это довольно большое экспедиционное пространство, оно действительно гигантское. Это такая, знаете, любопытная история для меня, да? То есть это подвисшая такая площадь в районе, не знаю, ну, больше ста квадратных метров, там, наверное, около трёхсот, где-то около трёхсот, да, которые не так много людей знают. И вот надо как-то с ней справиться, с неким таким нечто, вот. И всего восемь работ представлены, всего девять работ, да, представлены на выставке, представляете, девять работ разного размера вместить в 300 квадратных метров. Я подумала, ну, блин, какие чудесные ограничения, какая, возможно, прекрасная будет выставка, да? И вот это вот понимание с куратором, оно, конечно, облегчило задачу, потому что очень чётко Соне и Даше было сформулировано, да, концепция выставки, как нам выжить вместе. И мы придумали маршрут, распределили художников, и теперь ждём гостей, да, то есть сейчас мы находимся в активной стадии производства выставки. Вот, и да, да, то есть что меня интересует, когда, значит, люди придут, то есть как всё на это будет реагировать, конечно, да, то есть что я хочу получить как архитектор этой выставки, это какой-то фидбэк, какую-то оценку, не оценку, эмоциональную оценку в первую очередь. А как вы будете её собирать? То есть я так понимаю, что в день открытия, наверное, авторы будут присутствовать, авторы всех работ, а дальше-то как? То есть вы через медиаторов будете получать обратную связь, или вы свои контакты там оставите, и вам можно будет позвонить либо написать? Ну, во-первых, да, я открыта, конечно, да, и соцсети в помощь, но мы будем, ну, то есть я, конечно, безусловно, буду на открытии выставки, вот, и, понимаете, по глазам обычно всё понятно, то есть как люди реагируют, это, ну вот, да, буду заглядывать в глаза. Ещё в театре есть такое понятие, что зрители голосуют ногами, и как только будет разговор какой-то о выставке, будет понятно по тому, ну, как много зрителей будет приходить туда. Так что, да, надо побольше, почаще рассказывать об этом в соцсетях. Но ты рассказала об экспозиции, а попробуй теперь не очень долго рассказать про свою работу, да? А, у нас же не будет викторин. Викторин у нас не будет, у нас сегодня масса времени свободного. Ой, ну тогда не ограничивайся. К сожалению, к сожалению, наших слушателей не будет сегодня викторин, потому что технические возможности пока не позволяют. А день радио. А вот так. А вот так, да. Елена, расскажи, пожалуйста, про свою работу авторства. Да, моя работа... В общем, я размышляла в рамках этой работы над понятием комфортности и вообще, в принципе, комфорта, да? Как вы изначально сказали, ну, то есть как вы... Я себя профессионально определяю не только как архитектор, я вообще на архитектуру стараюсь с разных сторон посмотреть, поэтому я ещё и историк архитектуры, собственно, я занимаюсь. И мой, как бы, исторический период, которым я занимаюсь, это вот наша советская архитектура, да? И более прицельно это хрущёвки. Вот. Да ладно! Неужели их кто-то изучает? Да. И, знаете, это очень широкая тема, очень спорная тема, потому что, как правило, мы всё-таки архитектуру воспринимаем в первую очередь визуально, да? И для нас это, ну, как бы, что-то безликое, да? Я бы так сказала. В смысле, хрущёвки? Да, хрущёвки, да. Ну, потому что, да, архитектура, в нашем понимании, это Петербург. Ну, вот так, да? Какие-то старинные здания в Москве, Петербург, Томск, может быть, Иркутск, вот эти деревянные дома Вологда, да? То, что осталось в Кирове. А хрущёвки, архитектура, да ладно, какая там архитектура, экономика должна быть экономной. Это всё, что можно сказать про хрущёвки. Да, и вы бравы, но дело в том, что архитектура, она, в принципе, довольно... Ну, то есть, архитектура — это сумма, как бы, агентов, да, которые влияют на тот результат, который мы видим, да? Вот, то есть, тут и социальная политика, тут и, значит, наша дорогая пропаганда, которая, ну, вот этого советского времени и так далее, про экономику, в общем, точно сказали, да? Это то, что формирует последующий облик, да? Всё-таки тот, значит, Петербург, который мы видим, который у нас сразу возник, образ Петербурга, который возникает, это всё-таки Петербург этот, это капиталистический город. Вот. И поэтому, знаете, я последний раз думала, а что же он, ну, как бы, Петербург, вообще-то, в советское время, он не то чтобы был прекрасен, то есть, вот эти вот коммунальные квартиры, вот это вот всё, понимаете? Советское, ну, государство не могло с ним справиться, как мне кажется, да? Вот именно с его, вот этим архитектурным великолепием. Вот сейчас он, Петербург... Да, до сих пор, кстати, я вам должна сказать, не справляется с великолепием. Но почему-то Петербург не портят, кстати, в отличие от многих других городов, вот эти вот обшарпанные стены, они как-то очень органично там смотрятся. Это иститик и руин, это то, о чём мы на прошлой программе говорили. Это иститик и руин, точно. Да, ну и, в общем, возвращаясь опять к своей работе, вот, и, да, я размышляла над понятием комфортности, среды, да, мы в последнее время очень много об этом говорим, архитекторы и активисты, да, комфортно, некомфортно, а что значит комфортно, да? То есть, как бы, какие у нас критерии есть вот у этого понятия комфортности, да? И, что интересно, они, конечно, от периферии, от регионов к центральным городам очень сильно нивелируются, да? То есть, то, что считается в Москве или в Петербурге комфортным, ну, не работает, например, для того же Кирова, вот, или для других регионов, да? Я, ну, не хотела бы, на самом деле, специфицироваться, просто контекст Кирова мне более понятен. Я всё-таки отсюда и прожила тут какое-то время, ну, в общем, выросла здесь, вот, и смотрю, ну, то есть, оптика исследователя позволила мне немного отстраниться и посмотреть на это всё в перспективе, то есть, я в своей работе взяла конкретную территорию, там, Октябрьский проспект, и... Какая его часть? От вокзала, то есть, вокзальная площадь, оттуда и до примерно, сейчас скажу, до ЦУМа, собственно. До ЦУМа. Вот, да, короткий отрезок, вот, который за последние лет 15 точно здорово преобразился благодаря архитектуре, в общем-то. Да, и, значит, я вот это вот понятие комфортности пыталась совместить с конкретными образами архитектуры Октябрьского проспекта, и, значит, мой проект, в общем-то, это, ну, что самое... Ну, то есть, наибольший комфорт человек желает получить во время сна, понимаете? Вот. Ну, то есть, мы спим, нам должно быть удобно для того, чтобы выспаться, отдохнуть, чтобы появились силы, вот, и матрас плюс архитектура, понятие комфортности, вот это вот мой проект. Ой, слушайте, это как-то... Такой проспект, как спальный район. Это как-то вот очень необычно, мне кажется, это только увидев, можно понять, и то не факт. Наверное, надо быть с Еленой там просто встречаться и общаться. Нет, ну, слава богу, что там есть матрас, потому что всё, о чём Лена говорила, оно всё было на уровне политического, экономического, какого-то контекста, и мне всё время было обидно за главного агента, за материальность, за какие-то объекты, которые тоже имеют право в архитектуре присутствовать, тоже имеют свой язык, и хотя бы матрас там есть, к счастью. То есть, это будет и, я тоже так понимаю, да, и какие-то фотографии, и какой-то видеоарт, или это только матрас, или что-то ещё, или тексты. Это матрас в натуральную величину, это полутораспальный матрас. Величину, я бы сказала, что я сразу не представляю. Нет, Октябрьский проспект в масштабе, как раз-таки вся архитектура, да, это печать на ткани, там, так, что там? Печать фотографий? Да, да, да. Фотографии видов Октябрьского проспекта? Да, там есть ещё немного графики, потому что я как художник занимаюсь ещё графикой, вот, да, видов этой архитектуры Октябрьского проспекта, вот, ну и вот метр сорок на два метра, так что можно растянуться, пожалуйста. С комфортом. С комфортом. Ну вот тут и начинается эта история про комфорт, потому что, ну, зрителю буквально можно будет оценить, насколько комфортно, как быть, именно телесно на Октябрьском проспекте, на моём проекте Октябрьского проспекта, вот я бы так сказала. Да, мне кажется, там довольно комфортно, особенно сейчас, если окна пластиковые поставлены, всё-таки никак в Москве не так шумно, да, даже несмотря на то, что это Октябрьский проспект. Я вспомнила, когда был очень классный проект с раскладушками, он прямо на раскладушках тоже рисовал хрущёвки, какие-то вот такие свои артефакты, и очень неудобно и некомфортно было на них лежать, потому что это были прямо такие советские раскладушки. А, ну, не современные, не киевские, не киевские. Ну, кстати говоря, о комфорте, вот сейчас минуточку просто, я должна это сказать. Во-первых, когда я говорила про хрущёвки, я не транслировала своё мнение, транслировала распространённое мнение, да, про экономика должна быть экономной, и соединил пол с потолком, вот это про хрущёва говорят. Вот, это первое. Да-да-да, а второе, всё-таки вот надо, наверное, не забывать, что районы хрущёвок, причём это вот ощущение, оно не только от Кирова, оно и в Москве тоже есть, и в Петербурге есть, да, такие районы, где сохранились ещё эти дома. Это про комфорт городской среды, в первую очередь, потому что какие там зелёные дворы, вот у нас улица Горького, например, да, в Петербурге, это район проспекта Славы, там, где есть вот эти вот домики, в Москве тоже есть, где-то ещё даже и на проспекте Вернадского сохранились большие зелёные дворы, где можно гулять, где деревья большие. Вот это было, это не отнять у районов хрущёвок. Это правда, это то, что, в общем-то, нам архитекторы как бы и, в общем-то, советская вот эта вот политика, да, оставила в наследство, но теперь всё по, значит, золотому правилу «Живите в доме и не рухнет дом». Как бы нам надо как-то следить за этим наследством, вот, всё-таки, и, на самом деле, один из подтекстов вот моей работы в том, что, ну, как бы, неудобно, но на самом деле можно было бы сделать удобнее, и, в общем-то, мы, ну, как бы, в какой-то мере каждый из нас ответственный за то, что, за то качество комфорта, которое мы на выходе получаем. – Знаете, я хочу немножко вклиниться в этот диалог. – Давайте вклиниться. – Да, потому что я тут недавно перерывала как раз всякие открытки, фотографии и прочее в поисках архива и нашла одну открыточку из Нижнего Новгорода. На ней нарисован дворик нижегородский, а сзади сделана подпись, что люди строят дворы по своему образу и подобию, а потом им там неуютно. Вот. Это очень интересная мысль в плане того, что… Вот непонятно, люди вот это сами создают, или вот что? Что это? Это время. Это один человек повлиял на то, что всё это произошло с нашей архитектурой. Что это было? – Знаешь, мне кажется, вот у Башляра есть такая книжка, где он пишет о птичьих гнёздах, и там есть такая мысль, описание у него, то, что птицы выкладывают свой дом, своё жилище, как ты сказала, всем телом. То есть получается, что архитектура гнезда повторяет архитектуру его тела. То есть, ну, а птица одна, и как бы семья одна, а двор – это какая-то совокупность тел очень разных людей. И вот это вот выстраивание какого-то двора, оно очень комфортно может быть для кого-то в отдельности, потому что такая вот получается странная компиляция разных тел. – Средняя температура по больнице. – Да, да. Я ещё вот у Соне хотела спросить, то есть я правильно понимаю, что будет возможность какой-то прям экскурсии, какого-то маршрута от одного объекта к другому, и будет выстраиваться какая-то логика перехода от одного объекта к другому, да? – Да, архитектура выставки сделана таким образом, что там простроен маршрут. И причём объекты поставлены так, что мы этот маршрут видим. Он простроен и светом, и расположением. Будут варианты пройти по-другому, но обычно мы идём так, как видим. То есть что первое мы видим, мы туда и движемся. И поэтому будет определённый маршрут, и он довольно, да, логичен. То есть мы простроили экспозицию таким образом, что получается цельная история, то есть цельный рассказ скорее о том, как нам выжить вместе. И несколько вариантов. – А подробности мы узнаем после небольшой рекламы. Полтора минуты вернёмся к нашим гостям. – Культ поход. – Продолжаем программу «Культ поход». Мы с Гульнарой Гариповой в студии, и, к сожалению, мы вынуждены слушателей наших горчить. Мы уже говорили об этом из-за технических небольших проблем. Мы сегодня не можем принимать звонки и правильные ответы ваши на наши вопросы. – Зато у нас есть возможность попозже поговорить с нашими гостями. – Да, в гостях у нас Софья Пикулева, Анна Агапова и Елена Отногулова. Мы говорим о выставке «Как нам выжить вместе» – 12 плюс возрастное ограничение, и продолжаем. Соня до перерыва нам рассказывала, как будет выстроен маршрут по выставке. Люди приходят, сразу видят, куда идти. – Сразу видят, но всё равно есть варианты. Я хотела немножечко рассказать об архитектуре, дополнить Елену. Обычно, приходя на выставку, мы видим развешанные экспонаты по стенам. Это такой традиционный вариант. Здесь у нас всё будет немножечко по-другому, даже не немножечко, а совершенно по-другому. И то, что будет висеть на стене, будет находиться в центре экспозиции. То есть архитектура будет специально построена под эту выставку. И когда мы с Еленой обсуждали, как будет выглядеть выставка, отталкивались от концепции. И те работы, которые вы увидите в экспозиции, они будут довольно разряжены. И вот это ощущение поиска, который так или иначе, open call. Когда мы объявляли open call и тему, многие делали работу специально под эту выставку. И это такой момент действительно поиска, поиска внутри себя, поиска где-то вокруг. И это ощущение поиска, ощущение разряженности, ощущение в какой-то степени нецельности и непроявлённости, мы покажем в материале. Будет ли спойлер по поводу материалов и всей этой истории или оставим? Я думаю, нужна какая-то тайна. Да, оставим. Всё-таки мы ждём гостей на открытие. Хорошо, мы оставим все материалы, которые использовали, загадкой. Поэтому приходите и посмотрите. Вот это ощущение непроявленности, оно будет показано именно в материалах, которые используются в архитектуре этой выставки. И ощущение поиска, в том числе и в работах. То есть, например, одна из работ, она будет разряжена по всему пространству. И чтобы найти все её части... Разряжена, что мы имеем в виду? То есть она будет... Размещена в разных местах. Да. В абсолютно разных местах, на разных уровнях. То есть, чтобы найти её целиком и увидеть, нужно будет обойти всё. То есть все 300 метров, о которых мы говорили? 300 квадратов. Ого! Да. И такой, может, в какой-то степень даже сайт-специфик. Это такая идея карты территории, да? То есть территория — это ты собираешь, идёшь по какому-то маршруту и собираешь части объектов в своей голове. Это такая классная мысль, связанная с тем, что ты самостоятельно собираешь произведение искусства, а оно не дано тебе уже изначально. Вот. И есть некая карта, ну, взгляд автора, взгляд сверху, который только один один знает, как целиком выглядит. Это такая, конечно, очень манипулятивная, но классная штука. Да, в какой-то степени. И здесь мы предлагаем вот этот момент поиска на всех уровнях. То есть, с одной стороны, мы приходим, смотрим на работу, пытаемся понять, читаем, что нам хотел сказать автор, можем послушать экскурсоводов, что они подумали о том, что хотел сказать автор, и можем посмотреть на всю эту историю целиком. И будут кураторские экскурсии по этой выставке. И даты пока сказать не могу, но, скорее всего, это выходные дни. И, конечно же, будут интересные моменты с некоторыми из работ. Вот та работа, которая будет разряжена, она будет разряжена также и на улице, недалеко от Сумы. То есть, части нужно будет ходить искать. В районе Сумы? Да. То есть, в районе Сумы будут расположены эти работы. Наверное, расскажу немного тогда уже об этой работе. Это работа Анастасии Вострецовой. Там будут плакаты, и они будут расклеены в районе Сумы. Эта работа была сделана, она ее делала летом и осенью, если не ошибаюсь, и расклеивала свои фотографии в городе. И затем фотографировала реакцию людей. То есть, она их расклеивала не просто хаотично, а в определенных местах. Например, мы идем по городу, видим, как отвалилась плиточка, и она на эту плиточку приклеивала, например, фотографию розы. И такое внедрение в городское пространство, опять же, его присваивание и поиск места художника в этом пространстве. Я сейчас начала беспокоиться за любую экспонату, честно говоря, потому что у меня два вопроса. Обговорили ли вы размещение работ с представителями правоохранительных органов? Не поймают ли они вас в момент размещения экспозиции? Это политическое рассказывание. Здесь не может быть аграфиальности. Это раз. И вторая история. Мы же все знаем, что в Кирове у нас есть люди, которые любят лепить что-то свое. Там афиши, например, с кем-нибудь куда-то. Не заклеят ли эту работу? Даже если заклеят, в этом нет ничего страшного. Так. Это нужно жить вместе. Это нужно жить вместе. Как раз мы, когда приходим, например, на эти же остановки, видим там приклеенные объявления. Вот эта работа, в принципе, будет висеть среди таких объявлений. То есть это некое высказание внедрения художественной интервенции в городскую среду. И так или иначе, если их заклеят, закрасят, это часть жизни этой работы. Это часть интервенции. То есть интервенция – это же, по сути, как некое перформативное действие. И оно продолжается. Может быть, кто-то сорвется и заберет домой этот плакат. Зато это не сохраняется. Это можно сделать. Мы не можем предугадать, что сделает зритель, да. То есть если в экспозиции внутри ЦУМа мы можем это контролировать, и мы будем это контролировать, то то, что происходит… Такой музейные таблички руками не трогай. Это первый раз в моей жизни. На стулья не садиться, не подходить близко, не дышать. А тут люди говорят, можно вообще оторвать и домой унести. Да нет, были, по-моему, интерактивные. Были такие, да, такие истории. Просто ты не ходишь. Вот они, надо ходить. А, вот-вот, да. Надо чаще бывать. Да, и такое происходит. У меня еще к Ане вопрос. Вот Соня говорила об интервенциях. То есть я понимаю, что есть какое-то вторжение в твое личное пространство. Ты сказала, что это твое жилище, это то время, где ты проводишь в одиночестве, да. А сейчас получается, что это, наоборот, твоя интервенция, вынос всех этих твоих аффектов, пространство выставки и представления зрителю. Расскажи вообще вот о процессе предъявления себя, да, то есть с момента объявления опен-кола. Какие были эмоции, какие были ощущения? Ну, сейчас просто могу, сейчас могу просто тебе сказать о том, что, да, действительно, этот проект, он стал для меня таким, я вот чем ближе к открытию выставки, тем больше понимаю, что я просто обнажаюсь перед людьми. Ох, как я тебя понимаю. Я просто обнажаюсь, и я понимаю, что люди могут отвернуться, люди могут не понять, люди могут осудить, люди могут сказать что угодно, может кто-то поддержать, но я буду стоять фактически голая. И, скажем так, но у меня такой идеи изначально не было. Я не хотела вытаскивать все свои какие-то вот эти интимные вещи, да, наружу совершенно, но так оказалось, что я с момента, как был озвучен вот этот вот сбор заявок на этот проект, с этого момента я поняла, что я рискну и попробую. И когда случился первый опен-кол, когда мы поговорили с кураторами, когда мне объяснили идею, а я пришла совершенно без каких-либо идей, эти идеи возникли просто в процессе нашего общения по Зуму, Зум-конференция была, мы общались, у меня возникли идеи, я подала заявку, и в течение потом длительного времени это все раскручивала, 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 и в результате оказалось, что оказывается я такой вот многословный, искренний, честный автор, который прямо вот все о себе вытаскивает наружу. Для меня это открытие огромное, я этого о себе не знала. И этот проект, он стал для меня таким каким-то вот опытом в этом плане совершенно ни с чем не сравнимым, потому что я как художник, который воспитан в обычной классической художественной среде, да, где просто, ну просто картина, просто фотография, просто то, что можно повесить на стену. И здесь вдруг такая вещь, где ты можешь разговаривать совершенно разными языками изобразительными. То есть по сути там как бы я даже могу прямо, ну могла бы и себя использовать, да, вот и в своем этом проекте. Вот. А по поводу опыта я, знаете, сейчас хочу обратиться к художникам, к нашим молодым. И самое интересное, что и не очень молодым художникам не бойтесь подавать заявки. Мне 38 лет. Я этого не боюсь, не стесняюсь. Я, наоборот, считаю, это прекрасный возраст для того, чтобы начать делать что-то прямо активное такое, что-то ни на что не похожее, и уже в конце концов, ну просто не бояться рисковать, да. И взять и попробовать хотя бы что-то иное, не похожее на то, что вы делали до этого. И могу сказать огромную благодарность Соне Пикулевой и Даши Ткачевой за поддержку, которую мне оказывали на протяжении того, как я как бы вот готовилась к началу того, чтобы начать работать над этим проектом. И на этой жизнерадостной ноте мы будем заканчивать уже нашу программу. Завершать нашу программу, да. Не остается у нас времени на то, чтобы анонсировать иные мероприятия культурного центра «Пятый этаж», который будет в мае, но мы сделаем отдельный какой-то эфир. Да, спасибо большое нашим гостям. Софья Пикулева, Анна Агапова и Елена Отноголова в нашей студии были, да. Спасибо вам. Мы говорим о выставке «Как нам пожить вместе» открывается в ЦУМе на пятом этаже 13 мая. Пожалуйста, приходите. До свидания. Спасибо вам.